Чем еще знаменит Омск, кроме омской птицы и несостоявшегося мэра Варламова? Здравствуйте, меня зовут Александр Жиров, в эфире программа Точка Ж. Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос с Алексеем Зиновьевым, лидером Google Developer Group Омск, человеком, благодаря которому о нашем городе знает сам Сергей Брин, основатель компании Google. Здравствуй, Алексей. Здравствуй. Леш, собственно, что это был за форум в Сан-Франциско? И каким образом туда попадают простые омичи? Расскажу немножко про путь простого омича в Сан-Франциско. Сейчас на экраны как раз выходит фильм про то, как два недотёпа попали в офис Google. Они были менеджерами по продажам. У нас был совершенно другой путь. Немножко истории. Где-то больше уже, наверное, двух лет назад, мы отпраздновали два года, мой однокурсник Алексей Коровянский очень-очень сильно хотел попасть на одну очень известную конференцию Google.io. Это конференция, которую проводит компания Google. Сам Google рекомендует разработчикам и простым пользователям в разных городах по всей земле создавать свои Google юзер-группы или Google девелопер-группы, ну, в зависимости от профиля, смотря что вам нравится. Людей, которым нравятся технологии, нравится делать, например, приложения под Android, или разрабатывать сайты, анализировать при помощи Google Analytics, или, ну, не знаю, там, сидеть просто пользоваться браузером Chrome. Когда эта вся волна начиналась, Леша создал такую группу пару лет назад. Через какое-то время со своими студентами, которых вел спецкурс в МГУ, разработку под Android, потом туда набирались люди. Через какое-то время я от него узнал, попал тоже туда. И мы начали делать огромное количество IT-ивентов. Все началось как раз с организации ночной трансляции Google.io Extended, то есть расширенной. То есть у них утро, 9 часов утра, а у нас 10 часов вечера. Люди собираются где-нибудь там в офисе. Это был первый ивент, потом были такие вещи, как хакатоны. Это за два дня разработчики пытаются написать какие-то приложения, которые тут же в течение, через два дня будут оценены. Это были, опять же, приложения для Android и расширения для Chrome. Возможно, в будущем будут какие-то другие вещи. Например, в этом году у нас все хакатоны посвящены такой теме, как городские проекты. То есть, например, на всех хакатонах у нас приоритет идет тем, кто делает какой-то проект, связанный с городом Омском, могущий помочь людям в обычной жизни. То есть мы попытались зарулить не просто в первые годы активность, давайте я сделаю что-нибудь, а давайте в этом году сделаем что-то полезное. Дело в том, что Google, он очень сильно поддерживает людей, которые делают что-то для своих регионов. У него есть специальные программы, опять же, там доступа, спонсорства, каких-то грантов, поддержек, рассказов и вообще примеров. Периодически проводится конкурс, например. Лучшее приложение для своего города, для своего региона, для своей страны. Google выгодно, чтобы люди не приезжали все в Сан-Франциско или в Америку и жили там, а жили в своих местах, популяризировали каким-то образом технологии и, главное, развивали свое местожительство. В этом наши интересы очень сильно совпали. То есть, ну, мне очень нравится место, где я живу. Мне хочется, чтобы вокруг меня все было полным, сильным. И как бы, а тут так все удачно срослось с интересами такой компании. У нас активных организаторов 5 или 6 человек. То есть, это люди, которые вот пришли к нам на Диффест, помогали делать. Они уже сейчас сами проводят. У нас, знаете, как бы напоминает такую конфедерацию людей. То есть, все активные. Мы не толкаемся локтями. То есть, кто-то хочет провести какой-то свой ивент, он просто проводит его в рамках группы, мы все ему помогаем. Но он является главным координатором. Для следующего ивента кто-то другой является главным координатором. Мы меняемся ролями. И остальные являются как бы подчиненными по отношению к нему. Это позволяет, ну, все лидеры, позволяет всем попробовать себя в роли главного. Ну и, соответственно, потом отдохнуть. Потому что каждый ивент, там, мы 20-30 ивентов в год проводим, ну, невозможно. Одному все это вытягивать. Это ядро. Потом есть точно десятки людей, которые прям активно ходят, каждый раз ничего не пропускают, участвуют в онлайн-встречах. И есть, я бы сказал так, уже несколько сотен сочувствующих. То есть, людей, которые хоть раз у нас слышали, хоть раз побывали, и сами являются так или иначе разработчиками, но им по какой-то причине в движухе пока, во внутренней, ну, неинтересно участвовать. То есть, ну, как всегда бывает, несколько таких слоев. Конечно, вывести всю группу есть такая мечта, но, наверное, тогда надо быть лучшими не только в России, но, например, во всей Восточной Европе или во всей Евразии. Скажи, ну, я так понимаю, что люди, которые работают в Омске, да, с вами работают, да, и вот в этой софте находятся, это, как правило, выпускники омских вузов. Да, в частности. Хотя вот есть ребята, причем у нас вот в воркгруппе, например, не только ОМГУ, да, то есть у нас сейчас есть представлен политех, автоматизация, по-моему, кафедра. Есть замечательный человек Серик Бесенов, который закончил ПЕД по специальности учитель в математике и, по-моему, информатике, вот, который очень много работал, сам вел лекции, и потом вышел на него, как просто человека, который, например, проводит очень много сам по себе ивентов в компании Люксофт, и грех был такого не привлечь. Вот как ты оценишь в целом, да, ну, как человек, который, собственно, теперь уже получается может сравнивать уровень знаний, уровень подготовки, да, уровень навыков программирования, которые есть у Мечей и, соответственно, людей из других городов, из других стран. Насколько Омск смотрится на уровне? Вообще, про Омск можно сказать две такие вещи. Не только в России, но и в мире люди очень хорошо знают про Омск по двум простым причинам. Здесь очень хорошая подготовка девелоперов и одновременно очень низкие зарплаты. Вот это удачное сочетание. У нас очень много больших крупных контор, размещают свои офисы, в которых сидят очень много разработчиков, они что-то делают там на запад, вот для Москвы и так далее. А вот собственных продуктов в Омске довольно мало, то есть в том же там Android-маркете или веб-сторы. А мусские разработчики делают туда приложения, но они издаются под другими именами. То есть это типичная, к сожалению, ситуация, и она пока очень тяжело меняется. В отличие, например, от соседних городов. Но я езжу, общаюсь на IT-конференциях внутри России, вот в Йобурге был, на CodeFS я недавно был докладчиком. То есть сам, в принципе, в ходе подготовки меня как докладчика для этой конференции, ну, отметили мой уровень как довольно высокий, а я не скажу, что я лучший разработчик в городе Омске. Есть куча людей лучше меня. То есть наш уровень признан. Опять же, если вернуться к форуму, который проходил в Сан-Франциско, там было два мероприятия, собственно, насколько я понимаю, ты принимал участие в обоих. Да, да, сейчас кратко об обоих. То есть там было два мероприятия. Так как мы были все представители Google Developer Group, мы поехали на оба, первая из них это был Summit GDG, то есть подобный групп со всего мира. Google вывозил несколько организаторов, ну, от групп реально существующих, реально проводящих ивенты. Конечно, можно сделать фейковую группу и ничего не делать, но тебя никуда не повезут. А второе мероприятие это была возможность посетить саму конференцию Google.io. Для сравнения, на GDG Summit было 300 человек, это 300 людей, которые с нами дышат одной волной, да, со всего мира. И на конференции Google.io было 6 тысяч человек. Тут нужно разделить. Если на GDG было больше людей, которые там обладают лидерскими, органайзерскими какими-то качествами, да, то есть которым нравится именно что-то делать, организовывать. И эта вещь поддерживалась там, это была основной темой. Google.io была переполнена настоящими гиками, как показывают, наверное, в самых страшных компьютерных фильмах про компьютерщиков. Там люди, выглядящие очень странно, разговаривающие очень странно, смотрящие в пол, смотрящие в потолок, только не на вас, и им с вами не интересно, им интересно с гаджетами. Были, наоборот, безумно яркие бизнесмены, которые, ну, вот, как опять же в голливудских фильмах мы смотрим, человек, который там завоевывает внимание всей аудитории, таких людей там тоже было полно, очень разная публика. Кроме того, что там были доклады, вот про это хочется отметить, вот доклады обычно на конференциях воспринимается как самое важное, ради чего все ездят и так далее. На Google.io все было построено так, что кулуары были вынесены вперед. Это, по сути, были главные площадки. Пример. Поднимаешься, например, на третий этаж, посвященный андроиду, и там видишь такие вещи, площадки, где стоят люди, которые сами разрабатывали саму систему андроид, разрабатывали сам YouTube, например, ну там, замечательный поляк, который разрабатывал YouTube, он тебе напрямую расскажет о новых вещах, которые, например, будут в YouTube, о возможностях монетизации, как встраивать это в свои сайты, потому что у него это все в голове. Он это собирается только сделать, и он с тобой может поделиться тем, что будет. Или ответить на твой вопрос, например, «Боже, я не могу там по какой-то причине для Хрома написать вот такую вот штуку». Ты можешь пойти к разработчику Хрома, и он тебе расскажет, «Слушай, ты не туда посмотрел». То есть ты напрямую общаешься с людьми, инженерами. Там самое важное слово – это инженер. Люди себя не считают там учеными или программистами, они инженеры, потому что они могут все, собрать что-то руками, да сделать что-то своей головой, да, забить гвозди, наверное. Вот эти люди, они знают, наверное, ответы на все вопросы. Кроме этого, есть много веселых мест, там, не знаю, покатайся на роботе, много роботизированных, конечно, уже выставок. Какие-то выставки, посвященные автомобилям, например, там, «Мерседес», «Тойота» и «Гугл Автомобиль» как конкурирующая организация вот этих вот будущих беспилотных автомобилей, все представили свои машины. Скажи, вот тут, ты достаточно так ярко описал вот это личное общение, но, опять же, да, учитывая, что у нас тут сплошная интернетизация, информатизация и все прочее, насколько все-таки такие личные встречи важны, потому что, опять же, да, есть видеоконференции, есть какие-то возможности дистанционно обсудить. Или вот сама по себе атмосфера, когда ты можешь подойти к человеку, да, и там, пожать ему руку, хлопнуть по плечу и постоять с ним рядом. Я пример приведу. На самом деле, мы же находились в районе той самой Силиконовой долины, если так подумать на все, и вот эта вся атмосфера, она была очень сильно электризована. Когда ты здесь сидишь в видеоконференции, на тебя не очень флюиды Силиконовой долины перетекают, а там я был сам свидетелем таких вещей. За обеденным столом, большие обеденные круглые столы вроде этого, собирались люди. При мне один человек из Франции познакомился с одним человеком из Нью-Йорка, и они основали стартап, зарегистрировав бизнес прямо со своих планшетов. То есть, они просто о чем-то разговаривали после доклада, они принюхались. Один увидел, как другой задавал интересующий его вопрос докладчику. Он его выцепил, они сели за один стол, они обсуждали, какие-то другие люди за столом тоже кидали реплики. Я тоже там что-то прокомментировал, какие-то вещи. Эти люди реально встретились здесь, и они в этот же момент основали бизнес. Не знаю, будет ли это хорошо или это плохо. Может быть, это слишком большая легкость бытия, вот так все делать. Но это происходило на наших глазах все время. То есть, личные контакты, флюиды и наэлектризованность атмосферы, вот их никто не отменял. В конце концов, мы все немножко животные. И вот эти нерациональные вещи, взгляды, рукопожатие и так далее, они на самом деле очень много добавляют. И многие ругают личные контакты. Многим, кажется, представляют модель личных контактов и связей. Модели полностью законного общества, в котором все индифферентны, как атомы. Вот скажу честно, в эти сообщества связи решают все. Не в смысле, я устрою твоего тупого друга куда-то поработать. А связь, что ты находишь единомышленника. Вот эта связь, она самая важная. Выцепить в хаосе шума, который присутствует в интернете, единомышленника очень сложно. А там, где все уже разбивают на группки, это сделать очень легко. Человек, который дышит с тобой одним. Вот это очень важно. Коль уж мы разговорились об эмоциях, о связях, да, и от этих оффлайновых, грубо говоря, о связях, не могу не вспомнить, что мы с тобой познакомились, как раз когда шло обсуждение проекта «Омск – город для людей». Да, было дело. Да, и ты представлял проект, посвященный омскому транспорту и омской транспортной системе. Вот, поделись своими наблюдениями о Сан-Франциско, потому что, действительно, говорят о том, что это город с очень хорошо выверенной транспортной системой, с очень хорошей городской средой, в целом, ориентированной на людей. Но, опять же, это не может быть иначе, потому что там живут люди, которые внутренне свободны и достаточно с хорошими запросами по отношению к власти и к той среде, в которой они обитают. Можно каким-то образом сравнить и перенести, может быть, то, что ты видел в Сан-Франциско, на Омск? Да, несколько моментов, которые хочется отметить. Сан-Франциско отличается от Омска удобной квадратно-гнездовой структурой. То есть, весь центр города, это, по сути, пересечение разных стрит и авеню под прямым углом друг к другу. Основная идея, нет, и это развивали после пожара в начале 20 века, когда уже появились первые автомобили, город развелся под влиянием автомобилей. Давайте развивать улицы так, чтобы у нас не было каких-то узких звеньев, через которые все хотят куда-то добраться. Если ты хочешь добраться до точки, у тебя очень много вариантов, примерно равных по стоимости и длине твоего маршрута. Это очень все упрощает. В Сан-Франциско живет меньше, по-моему, миллиона человек. Представьте, этот город очень легко сравнивать с Омском. Он занимает где-то вдвое-втрое большую площадь. Дело в том, что в нем очень низкоэтажная застройка. Понятно, что на отопление никому тратиться не нужно, люди могут себе позволить двухэтажные домики, в которых все живут. Это, кстати, и навязывает, продолжает навязывать эту самую квадратно-гнездовую застройку. Это позволяет не концентрировать, а в огромных зданиях. То есть, есть, конечно, отделовой центр, в котором высятся небоскребы, но это очень небольшая часть Сан-Франциско. Про общественный транспорт. Сан-Франциско, это, конечно, город передовой в плане общественного транспорта. В США очень сложная история с ОТ. Поясню. В начале 20-го века общественный транспорт, это было самое лучшее, ну, он был самый лучший в США, во всем мире еще не было общественного транспорта. В США уже появилась конка, трамвай, ну, автобусы, не автобусы, были даже общественные автомобили, то есть, поезда первые ходили такие, типа электричек и так далее. все эти вещи начались с Сан-Франциско. Есть замечательная книга Джека Лондона «Время не ждет», где главный герой является человеком, который строит ну, не метро, а трамвай как раз в Сан-Франциско. Вот этот самый старинный трамвай до сих пор там сохранился. Если во всем США весь 20-й век резали трамвай, Сан-Франциско удалось сохранить до того периода, когда все поняли, что он нужен. Следующий момент. Очень дорогие парковки. Люди паркуются в восьмиэтажных домах, даже на крышах. Я видел такие восьмиэтажные гаражи. Везде во все ряды стоят автомобили. Парковочные места оборудованы особыми стояками, куда кидаешь монетки или карточкой кредитной сразу оплачиваешь. Стоянка настолько дорогая, что автомобиль невыгодно иметь, если ты просто ездишь на работу. Общественный транспорт и вот это очень важный момент, он, внимание, принадлежит не одной компании, а нескольким. Например, метро, это был просто шок для меня. Есть метро, которое одновременно превращается в легкий трамвай, а оно принадлежит двум конкурирующим фирмам. Есть две ветки, у которых примерно, ну, ветки примерно идут так же, одинаково. Идут друг напротив друг друга поезда одной системы и другой. Муни и Барт они там называются. И при этом они конкурируют друг с другом за цену, качество. Кто-то предлагает возможность велосипедного провоза, особые велосипедные места, кто-то легкую музыку, кто-то снижает цену и так далее. Они продолжают получать прибыль, не стремясь выжить друг друга. То же самое с общественным транспортом. Он принадлежит нескольким фирмам со схожими маршрутами. Есть реально параллельные остановки двух систем транспорта. Они соревнуются за то, какие остановки лучше оборудованы, у кого лучшие карты висят, у кого-то электронные табло с подсветкой привоза транспорта. Эти две системы продолжают соревноваться на городском уровне. Никому из них не дают приоритеты или каких-то грантов из городского бюджета. В итоге они пришли к такой потрясающей системе. Смотрите, заходишь в трамвай или в троллейбус, троллейбус и живы. Платишь 2 доллара. Засовываешь 2 доллара бумажку у кондуктора. Он выдает тебе билетик, на котором в форме такой диаграммы ганта как бы нарисованы времена. Он тебе отрывает. Ну вот ты можешь ездить с этого времени поедать. Например, в течение 3 часов. Билет стоит 60 рублей на наши деньги. Ты можешь проехать по нему один раз, а можешь 2 или 3 часа пересаживаться с разных систем транспорта на другую. Причем, по-моему, у них есть какое-то соглашение, что можно даже кое-где между разными системами транспорта пересаживаться. Но как-то это пробить. Тогда часть денег пересчет от одного, условно говоря, оператора транспорта другому. Нашим бы мобильным так договориться, как у них операторы транспорта договорились. Вот эти все вещи позволяют избежать пробок, позволяют не держать кондукторов. То есть у них кондуктор-водитель совмещенная фигура. Потому что нет очереди людей. Остановок много. На остановках есть карты. То есть я не потерялся в Сан-Франциско во многом благодаря вот этим картам на остановках. Есть электронное табло. Ну, мы видели подобные у нас. И можно нажать... И замечательная вещь. В Сан-Франциско город солнце, как и Омск. Получается только же энергии. Покрыты солнечными батареями крыши. Это позволяет, собственно, подсвечивать. То есть там 100 ватт. Это позволяет подсвечивать систему оповещения. То есть никакой дополнительной проводки не надо проводить. Автономная полностью система на остановке. Немножко хочется сказать про парки еще. У нас сейчас в Омске огромная буча идет по проводу парков. Их почему-то хотят вырезать. Пока ты не был, у нас и трамвай решили. У нас много чего решили. Решили двигаться, видимо, к опыту Чикаго 60-х годов. Чикаго уже загнулся. В Сан-Франциско нет. Такая вещь. В Сан-Франциско есть, конечно, потрясающие огромные парки, в которых там хочется остаться и жить. Но есть такие вещи, как очень маленькие парки. Например, квартал-парк. Квартал – зеленая зона размером с парой этих комнат. Квартал – зеленая зона, пара скамеек. Это, опять же, снижает демографическое напряжение или давление на одну отдельно взятую скамейку. То есть, вот эти маленькие зеленые пяточки везде, их никто не выпиливает. То есть, там гуляют люди с собаками. Три главных момента. На улицах нельзя курить, на улицах нельзя пить, на улицах нельзя какать собачкам. Вот эти три вещи позволяют лежать на газоне, например, если тебе хочется, сидеть на парапете, без надежды уткнувшись в чью-то какашку, в чьи-то курок или в чью-то пивную бутылку. Вот эти три вещи сделать Сан-Франциско очень чистым. Я не скажу, что там нет других бумажек. Ночью, там, не знаю, бомж катит тележку, у него есть что-то, выпадает какое-то тряпье. Оно может валяться полдня. Это да, такое тоже может быть. У нас так тоже все валяется, еще где-то валяется. Но в целом, потом приходят службы, убирают. То есть, да, можно было найти, там, я видел листочек с детской тетрадки в парке, лежал с какими-то чуть ли не прописями. Боже, кощунство в Сан-Франциско в парке. Ну, ничего, прошел обратно, но вот его уже не было. То есть, ну, пришли какие-то люди, убрали, там, натыкали на палочку. То есть, как бы, все в этом плане нормально. Основной мусор, который идет от людей, он просто не производится. И вот эти вот парки создавали просто незабываемое чувство. То есть, я уходил с пары докладов, просто чтобы ехать в парк около Голденгейт, просто посеять на лавочек, покормить уточек, посмотреть на черепашек, которые вылазят из воды. Там довольно тепло, можно черепашек в пруду разводить. Вот, может быть, у нас птичья гавань каким-то образом когда-нибудь будет преобразована к чему-то подобному. Но я очень надеюсь, что в ходе этих преобразований птичья гавань не умрет как таковая. Это очень важно. Делать парк, при этом не убивать естественную среду обитания животных. Потому что большинство фана, развлечений и так далее маленьким детям доставляли именно уточки, которых можно было кормить хлебом и белочкой. Там, грубо говоря, эти парки, они естественные. Естественные, хотя я заметил, например, американцы наращивают такую вещь, вот при подъездке в Голдинге парку наращивали систему ступенчатых озер. В нижние озера выглядели довольно естественно, а в верхние я видел, как там застилали дно, напускали воду. То есть, что-то естественное, что-то было не выпилено. Но очень много парков разбито было сначала искусно, были привлечены местные биологи. Вот я просто знаю, что у нас в Омске есть замечательные биологи, которые работают в меди. Тот же Марат Макенов, который все знает про омских клещей, про омские популяции собак, которые дикие бегают и так далее. Вот такие люди привлекаются в Сан-Франциско при разведении нового парка. И к их мнению прислушиваются, и не просто на галочку это делают, а с пониманием, что людям с этим жить. И после этого парк действительно имеет жизнь. То есть, не высаживают умирающие елочки куда-то, а реально из питомника пересадили дерево. Несложно, просто надо делать это с желанием делать. Леш, вот ты сказал о том, что транспортная система Сан-Франциско, она так выстроена, что нет определенных пробок, и можно различными путями доехать с точки А в точку Б. Но ведь смотри, если, например, на тот же Омск переносить эту систему, она ведь не перенесется, потому что... На прямую, конечно, перенесется. Да, потому что историческая застройка Омска, ну вот как это сложилось, она не способствует тому, чтобы у нас были какие-то альтернативные, скажем так, трассы, альтернативные пути. Что нам делать здесь? О, если к такой теме сразу переходить. Она довольно сложная, но что точно можно сказать? Точно не стоит строить огромные объезжающие дороги за сотни миллиардов рублей, не стоит расширять кажущиеся узкими участки там, где... Ну, простой пример. Не стоит расширять четырехполосную дорогу до шестиполосной, если суммарная мощность входящих полос и сходящих по четыре. Ну, то есть, это только увеличивает тупики, только увеличивает какие-то заторы. На самом деле, мелкие дешевые меры, правильное, оптимальное финансирование... Представьте себе, просто почему-то слабо кто представляет город Омск или дорожную сеть в виде собственного инвестиционного портфеля. Зачем вкладываться там в акции, которые, скорее всего, прогорят или которые в какой-то момент могут превратиться в ноль, а это то же самое, что бизнесные дороги. Ведь намного разумнее инвестировать во много разных маленьких пакетов, которые приносят наибольшую доходность. Почему-то вот этого подхода, формирование инвестиционного портфеля в объекты городской инфраструктуры, подземные переходы, остановки и так далее, которые стоят неизмеримо дешевле, в том числе меры, возможно, по введению платных парковок и так далее, они стоят все дешевле, а приносят больший эффект. Простые методы оптимизации дают нам, на самом деле, ключи к решению подобных вещей. Но, конечно, проще построить большую дорогую дорогу и отчитаться для нее. Я понимаю, что на федеральном уровне сложнее выставить, хочется рассказывать о стройках века, но никому не нужны там построенные лавочки и дорожные остановки, это не очень круто. Но пора отойти от крутых вещей, пора прийти к вещам, которые приносят прибыль, к довольно прагматичным вещам. Общее сэкономленное время всех омячей при опоздании на работу оно же отнимается на самом деле не у домашней семьи, оно отнимается у работы, оно отнимается у производительности труда. Мы все опаздываем на работу так или иначе, стоим в пробках, и это дорого. Для Омска на самом деле мелкие меры намного более решительны, именно не сносящие какую-то историческую застройку и так далее. Единственное, с чем я, возможно, не согласен с последних полемик, это все-таки слишком раннее для Омска перекреперващение некоторых улиц в пешеходные. Это довольно жесткая мера, то есть она не слишком удовлетворяет всех, все районы, чтобы просто так взять и прыгнуть вот следующее тысячелетие с тем, что превращать некоторые улицы в пешеходные. Это слишком жестоко, то есть мы все-таки этих вещей себе позволить не можем. Возможно, после выхода определенных улиц на определенные мощности можно было бы такие вещи делать, но есть мое замечание, что все-таки эти вещи делать рано. Вопрос, которым мы закончим, который, может быть, тебе покажется крамольным, все-таки Google или Apple? Вот, я понимаю, что должен мгновенно ответить, а я сейчас подумал, что должен с какими-то аргументами. Конечно, мое сердце говорит мне Google, но если, я знаю, что у многих людей есть всякие разные аргументы по поводу там, Google читает мою переписку, он следит за мной и так далее. Это одни из самых главных контраргументов, на которые хочется ответить. Во-первых, читают переписку все, только Google об этом говорит. Второй момент, мы сами предоставляем персональные данные. Безусловно, Google готовит нам одно из, один из вариантов будущего. Будущее, в котором мы все будем динамизированы, данные о нас будут лежать в сетях, они будут каким-то образом обрабатываться, анонимно или нет. Но по сравнению с теми вариантами будущего, которые предлагают остальные альтернативные товарищи на планете Земля, там, радикальный фундаментализм, автократические режимы, зеленый вариант, к сожалению, тоже для меня, городское дитя. Будущее от Google, она придется какое-то выбрать, оно не самое плохое. Будущее от Apple, мне нравится несколько меньше, потому что оно педалирует немножко не те человеческие качества, ну вот, больше жажду наживы, нежели жажду исследования. Для меня, жажда исследования, она важнее. Спасибо, что пришел к нам, и на самом деле, спасибо за интересный разговор. Вот так, начали говорить про IT, а закончили о том, как нам изменить Омск. У нас в гостях был Алексей Зиновьев, лидер Google-девелопер-групп Омск, который посетил конференцию в Сан-Франциско. Меня зовут Александр Жиров, в эфире была программа Точка-Жем. До свидания.